Сейчас меня будут лечить. Не, не, лечить в хорошем смысле имею ввиду. Поеду на семинары в Астрахань, в Казань, в Ставрополь. Прямо как огурец. Буду весь пролечен. Очень актуальна тема здоровья. Постоянно мне пишут. Верников сбрасывай вес. Верникову олейнику надо больше не пить. То есть всех очень волнует здоровье. Сейчас еще приехала система Ватсон. Я вам не говорил, вот в Москву. Это пока не наша тема, но нас потихонечку к этому привлекают. Это искусственный интеллект из Штатов, который будет собирать в себе всю информацию о пациенте, добавлять какие-то рекомендации по дообследованию, например, генетический анализ, еще что-то, и выдавать диагноз. И рекомендации врачу. Это искусственный интеллект в медицине. Плюс хотят, чтобы эта система отслеживала качество услуг врача. Вот мне эта идея, кстати, понравилась. КОНЕЦ Короче, пришли на место. Кто не знает, клиника Софиатрия. И здесь же репетиционная точка, где репетируют хор турецкого и сопрано-7. Так что можно одновременно и прилечиться, и послушаться. А почему клиника называется Софиатрия? Название придумал Виктор Викторович вместе с неким знатоком. София в переводе означает мудрость. А Трия – это лечение. То есть лечение, мудрое лечение. Или лечение мудрецов. Я только что прошел ударно-волновую терапию. Сейчас, наверное, скоро будет интервью. Трейдеры, брокеры, они обращаются вот так, с огорлеем, потому что очень большие проблемы с недосыпанием, с нервной системой разрушенной. Тут такой график, что в 12 часов заканчивается Америка, а Азия начинается с утра. Кстати, они очень мало засыпают. И вот входит в этот замк, это круг, понимаете? Называется синдром хронического усталости. Поэтому это неоправдание, есть природа, есть все равно полчаса, чтобы выделить на здоровье. Но поэтому это очень актуальная цена. Многим не жалуются, что у них, как я сказал, непосыпание, голова болит. Один у нас известный человек каждый вечер принимает коньяк. Как же это? Как же это? Гормон снахуй. Да, да, да. И гладить вот на другую. Я надеюсь, вы объективки не выложите. Я как раз выложу. Я выложу, потому что это может помочь другим людям. То есть есть смысл не принимать комплектив, а какая-то природа, да? Был сделан эксперимент. Брали людей из депрессии. Три группы. Одной группе давали старый антидепрессант, амитропотелин. Второй новый неулептив, он тогда был новый. И третьей группе ничего не давали, они просто гуляли там, где кому нравится. Так вот, после многомесячных экспериментов выяснилось, что в первой группе, которые давали старый неулептив, а последняя депрессия возникала через месяц-полтора. Точно так же депрессия была. Во второй группе, где принимали новый препарат, аналогичные результаты, месяц-полтора, никаких ранних выражений. И лишь только в третьей группе полгода-год было отсрочено обострение депрессии. Отсюда вывод, солнце нужно, воздух и вода, и природа. Это кажется банальным, на самом деле лучшему ничего нет. Обязательно, чтобы доступ свежего воздуха на ночь, чтобы обязательно было в квартире. Я сразу скажу, что Виктор Кросс очень занятой человек, поэтому интервью будет, я думаю, в этот раз небольшим. А кому нужно большое интервью, посмотрите январское видео. Виктор Ильич, добрый день. Добрый день. Итак, вы ознакомились с моим диагнозом, получили данные по составу моей крови. Что вы можете сказать? На самом деле, анализы у вас не так уж плохие, но немножко отражают гиподинамию, то есть малоподвижный образ жизни. Что касается врача-клинициста, при осмотре я тоже заметил признаки, которые указывают на застойное явление в области позвоночника шейного отдела, грудного отдела. Избыток массы тела, то есть метаболические изменения, что влияет безусловно. Это как замкнутый круг, как цепочка. Если где-то идет застой, там идет снижение функций, снижение функций выбросов, снижение выброса определенных гормонов, закисление мышц и такая цепная реакция, которая приводит к ряду патологических изменений в организме. Что на сегодняшний день пока еще можно изменить в сторону здоровья. Сейчас вот как весы болезни здоровья, пока еще вот они борются между собой. Но такой грубой болезни нет, я бы сказал, что это все-таки состояние, общее состояние организма связанное с гиподинамией, то есть с малоподвижным образом жизни и, возможно, с перееданием. О шумушах? Гиподинамия, то есть застой в области шейного отдела позвоночника. То есть проблемы, связанные с нарушением циркуляции по позвоночным артериям, которые страдают из-за остеохондроза шейного отдела позвоночника. Вот насколько мои проблемы типичны до жителей города Москвы? До мегаполиса, да. Плюс отраслирус незначительное повышение холестерина, по-моему, у вас там был. Да. К сожалению, эта проблема достаточно актуальна, потому что на сегодняшний день в Российской Федерации на первом месте стоят все-таки инфаркты и инсульты. Это болезни, которые являются следствием тех процессов, о которых мы с вами говорим. И наша задача, естественно, обучить пациента профилактировать эти заболевания. Это в первую очередь и задачи социальные, и задачи каждого врача, и задачи пациента понимать и думать об этом, ну помнить об этом. Поэтому, в общем-то, все эти патогенетические вещи, о которых я рассказал, это цепочка проблем, связанная с избыточной массой тела, с шейным остеохондрозом, с атерослерозом сосудов, с стрессом в мегаполисе, с автомобилями, с компьютерами. И, опять же, не таким, к сожалению, все это приводит к не такому активному образу жизни, малоподвижному, объясняет характерологические особенности человека, проживающего в мегаполисе. Пациентов 15-20 населения понимают это и, конечно же, дают себе нагрузку до работы, после работы или даже во время работы. Поэтому эти люди достаточно комфортно себя чувствуют в условиях мегаполиса. Кто это не делает, получает через 5-7 лет, мы ранее с вами говорили про это, да, стадию хронического истощения, длительный стресс приводит к этому. А если еще есть вот те проблемы, о которых мы сегодня с вами говорим, то есть лишний вес, плохой сон, нервозность, атерослероз, поможете холестерина, застой в области шейного отдела позвоночника, тем более уже, если начинается там шумо-ушаговое окружение, нарушение сна и так далее, это уже есть звенья той патологической болезни, которая, к примеру, называется астенический невроз с нейроциркуляторной гистонии по гипертоническому типу. Начинается повышать давление, возникает стресс, возникает головная боль, нарушается сон и так далее. А вообще идут по правильному пути. Вот смотрите, мы сегодня делали ударно-волновую терапию, да, но ведь все было в моих руках, я же мог на самом деле не есть мясо, или есть белое мясо, или рыбу, заниматься физкультурой, а получается я прихожу к клинику, с которыми дают какие-то подпорки в виде ударно-волновой, которые заменяют работу над собой. Ну да, во-первых, объясню то, что вы пришли в клинику, это есть желание ваше, чтобы мы вам помогли. Значит, если обычно пациенту говоришь слово, говоришь, да, вот тебе нужно ходить в бассейн, делать прогулки, заниматься суставной гимнастикой, принимать какие-то препараты, скажем, или такую-то диету, чтобы не повышался холестерин, то, как правило, это срабатывает плохо, потому что пациенты не настолько мотивированы после слова врача, мало кто возьмет и сразу будет 100% выполнять рекомендации, потому что вы все-таки человек достаточно ответственный, вы пришли больше с профилактической точки зрения, имея какие-то симптомы. Потому что к нам, как вы заметили, ходят люди уже с конкретной проблемой, либо идти не может, либо там рука не поднимается, либо голова не поворачивается, или наклониться не может, кашлянуть не может, еще что-то. С болевым синдромом. Наша судьба свела с вами с болевым синдромом ранее по другому поводу, но сейчас мы говорим о том, что методы физиотерапии, которые мы применяем для вас с профилактической точки зрения, они являются также мотиваторами определенными, потому что после этих процедур, таких как ударно-волновая, лазер, иголки, мануальная терапия, массаж, фармакопунктура, уколы вдоль позвоночника, по ходу позвоночных артерий, это все есть такие мотиваторы, два-три-четыре сеанса, не больше, которые дают вам возможность почувствовать себя лучше. И мы говорим, если хочешь сохранить это состояние, пожалуйста, занимайся дальше гимнастикой, активно двигайся и так далее и тому подобное. То есть, по сути, эти процедуры, они настолько быстро приносят свой результат, что человек говорит, да, мне стало лучше, я хочу это сохранить. Но ведь вы не будете ко мне ходить, к нам ходить всю свою оставшуюся жизнь, да? Ну, два-три раза в год, по три, два-три-четыре-пять кому сеансов, да, это нормально для того, чтобы человек чувствовал себя лучше. Кроме того, врач может сделать какие-то вещи руками своими или уколами или еще чем-то, инструментами, которые вы сами, к сожалению, в ближайшее время не сделаете, потому что вы никакой не йог, да, вы не доктор и какие-то моменты, к сожалению, зависят от врача. Хорошо. Я уже мотивирован на покупку фитнес-браслета. Да. А вот давайте поговорим о новостях медицины. Вот последний раз вы показали, мы, по-моему, дышали каким-то газом, аргон, если не ошибаюсь. Оксинон. Оксинон, да? Что вы сейчас нового до вывода, до примера пациентов из этих болезненных состояний придумали? Ну, такая сейчас идет интересная линейка физиотерапии, она, в принципе, уже была ранее. Во многих клиниках, но в комплексе, к примеру, если добавить это к манипуляциям мануальным, или к капельницам, или к уколам, так же то, что мы сегодня сказали, ударно-волновая, или лазер высокой интенсивности, или брейн-компьютер-интерфейс. Не знаю, освещали мы с вами этот биоуправление, да? Даже вы сказали, что вы разрабатываете свой... Да, у нас свой прототип уже, но мы еще вернемся к этому вопросу позже, мы про него сниживаем его как-то в деле. А пока к этому всему мы добавили, в принципе, старый, но относительно, опять же, новый тест состояния вегетативной нервной системы. Что такое вегетативная нервная система, я немножко объясню. Это есть парасимпатическая, симпатическая нервная система, да? Когда человек бежит, у него работает симпатическая нервная система. Меньше вырабатывается слюна, возникает выброс адреналина, сосуды головы расширяются, сосуды конечностей сужаются, там, сердце сосуды расширяются. Это все работает симпатическая нервная система. Когда человек лежит, расслаблен, кушает, у него парасимпатика работает, симпатика успокаивается. Так вот, эта система, такой профессор Мэйн был, он ее изучал очень глубоко, она зависит как раз от уровня стресса и резервов адаптации организма. Насколько хватает резерва, чтобы адаптироваться к условиям стресса в мегаполисе. И вот эта система, ее очень мало кто умеет, или вообще как-то нет такой, таких алгоритмов диагностики этой системы, потому как, в принципе, есть неврологические стандарты оценки, да? Но есть вегеторезонансный тест, который выполняет Ольга Николаевна. Она достаточно глубоко погружается в изучение вегетатики для того, чтобы определить уровень стресса, резерва адаптации и состояние вегетатики. Потому что через эту систему потом можно назначить какие-то рекомендации, назначить ту же гомеопатию, к примеру, или назначить на сегодняшний день новости медицины. Пока в стадии научной разработки это электронные копии препаратов, что является не допингом, опять же, хорошо для спорта, но в то же время хорошо для пациентов, потому что, видимо, это будет, ну, я надеюсь, что это будет интересным исследованием в области медицины. Электронные копии. Есть, опять же, вот этот прибор, который позволяет сделать электронную копию. Мы сделали ряд экспериментов. Пока не можем сказать, что сто процентов она работает. Но в связи с тем, что Нобельская премия была вручная, если помните, за циркадные ритмы, три или четыре недели назад посмотреть циркадные ритмы, биологические ритмы, Каждые органы системы работают по определенным ритмам, с определенной частотой, есть по своим законам. По сути, мы погружаемся в квантовую медицину, в квантовую физику, а суть которой состоит в том, что человек не только есть материальная сущность, но и энергетическое существо. Так вот, вегетатика — это как раз та прослойка между материальным и нематериальным миром. Поэтому здесь мы можем говорить о перспективе развития этого направления, потому как оно не просто теоретическое, а оно, там есть исследования и практика на спортсменах, которым нельзя допинг, а это не допинговые средства, диагностики и коррекции. Есть ряд исследований на детях, которые невнушаемы, которые многие могут сказать, что это элемент внушения. Вот такой тест и такая коррекция, я думаю, очень интересным направлением является в сегодняшний день. Я боюсь, что зрители нашего канала не очень погружены в медицину, поэтому не до конца понял, что такой электронной копии препаратов. Это научная стадия исследований возможности переноса молекулярной структуры препарата на, к примеру, на физраствор. Ряд экспериментов показал, что если дать пациенту электронную копию, допустим, берется конкор, к примеру, препарат от давления или там пристариум, и берется таблетка мела, обычно глюкоза, допустим, да, таблетка, поставится в апрельной чашечке, аппарат, который застретифицирован в Российской Федерации, разрешен Минздравом к применению, кстати говоря. И дальше с помощью определенных там инженерно-технических моментов информация считается с одной капсулы, переносится на другую. Пациент выпивает ее и получает снижение артериального давления, скажем, на 40-30%. При этом, конечно, конкор или пристариум действует в два, может быть, в полтора раза сильнее, но в полтора, как правило. То есть, эффект есть, но мы еще не можем хитровать дозы. Может быть, нужно класть одну таблетку конкора и две таблетки, скажем, глюкозы, и потом принимать, я удастся. Сейчас, Игорь, в стадии исследований. Вот Олег Витальевич, можно его, кстати, тоже заснять, он проводил эти исследования на яйцах, на куриных там и других, где показывал, что если поставить два яйца разных, он сам расскажет, скажем, яйцо, курица, яйцо, гуся, то под электромагнитными волнами, то, естественно, рождается существо, которое является и курицей, и утенком, да, не гусь был, там утенок, по-моему. Олег Витальевич лучше знает эту тему, можно рассказать. И это все, есть вот эти электромагнитные волновые процессы, переносы информации с одной структуры на другую структуру. Знаете, что я подумал, когда вас слышу? Очень напомнило мне содержание фильма «Живая вода», про память воды. Да, 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 структурированная вода. Это работает. Это работает, но мы, учитывая то, что мы не имеем такой мощной научной базы, мы это делаем в рамках такого научно-практического эксперимента для своих пациентов, которые имеют сахарный диабет, аллергические реакционные препараты, подавленность иммунной системы, ревматологические проблемы, онкологические больные, то есть те, которые не могут уже найти что-то для себя и ищут, где бы это можно еще что-то взять. И мы считаем, что здесь нет никакого шалотанства и всего прочего, потому что ряд обследований и назначений проводится бесплатно абсолютно по тяжелым болезням, потому как мы хотим посмотреть, увидеть результат, а не заработать на этом деньги. Сейчас еще приехала система Watson, я вам не говорил, это в Москву, но это пока не наша тема, но нас потихонечку к этому привлекают. Это искусственный интеллект из штатов, который будет собирать в себе всю информацию о пациенте, добавлять какие-то рекомендации по дообследованию, например, генетический анализ, еще что-то, и выдавать диагноз и рекомендации врачу. Это искусственный интеллект в медицине. Плюс хотят, чтобы эта система отслеживала качество услуг врача. Вот мне эта идея, кстати, понравилась. Врачам, средним персоналам и так далее, потому что если алгоритм действий врача был не верен, то для творческих людей, конечно, это не очень хорошо, для творческих врачей, как для меня, но в целом для системы здравоохранения это будет хорошо. Я думаю, что творческая личность найдет себя как-то мимо рядом с этой системой и не будет помехой для работы такого искусственного интеллекта. Хотя говорят, что это тупик развития цивилизации, но учитывая то, какое качество услуг сейчас у нас, я думаю, что качество мы должны отслеживать. Последний вопрос. Вы верите в гомеопатию? Скорее, да. То есть я вижу, я верю, потому что я использую. Значит, я не могу обосновать теоретические и практические аспекты ее, но учитывая то, что я применяю их на спортсменах олимпийского уровня, на детях, на тяжелобольных пациентах, которым нельзя химиотерапевтические препараты, это все работает, то я думаю, что назовем это гомеопатией, или назовем это физраствором с электронной копией, или назовем это просто водой структурированной, или капельницей, которая структурирована нашими мыслями, или псалмами, или какой-то духовной музыкой, которую мы капаем внутривенно, к примеру. Такие исследования тоже проводились. Это есть все вместе, наверное, я бы сказал так, отражение вот этой квантовой сущности, личности, на которую может влиять те методы, которых я перечислил, альтернативные, включая гомеопатию. Гомеопатия – это всего лишь инструмент воздействия на эту энергетическую структуру личности, то есть человека, потому что человек – это не только материальная, это еще и квантовая сущность. Спасибо большое за интервью. Пойду работать над собой. Олег Витальевич, посадим сюда на пять минут? Можно. Это будет интересно. Олег Витальевич, мы коснулись в интервью уже частично, но глубоко не коснулись по теме переноса информации и на примере тех экспериментов, которые вы ведете. Не можешь так подробно рассказать? По поводу переноса информации, это вообще-то в общей сложности засекреченная информация. Ее разрабатывает наш ученый Игоряев. Когда-то он уехал в Канаду, эту технологию он сдал канадцам. Сейчас мне неведомо, кто у нас, но, скорее всего, Игоря занимается. А взял он эту идею у китайца, который во время культурной революции убежал сюда к нам в России. В общем, провел он эксперимент два медных колпака. Можно представить, с курицы брал эту информацию и облучал якобы яйца куриные излучением, которые исходили из этой утки. И, в общем, вылуплялись уродцы цыплятого, которые были признаки утки и признаки курицы. Точно такой же эксперимент и проделывались и с пшеницей, и с кукурузой и так далее. Мы снимали информацию из кукурузы и при помощи этой медной конструкции облучали семена пшеницы, ржи. И получалось так, что на початках кукурузы возникали признаки злаковых культур, например, пшеницы, ржи, и на пшенице, наоборот, в зависимости от того, где был источник, с которого снимали информацию. Потом эта информация была засекречена и разрабатывал Горяев. Потому что при помощи нее можно сделать много хорошего, много плохого можно сделать. А как это в практической медицине используется? В практической медицине Горяев производили эксперименты с хомячками, у которых искусственно вызывался диабет. То есть поражали островки Лангенгарса, клеточки, которые выделяют инсулин. То есть они фактически становились диабетиками. Если их не лечить, они погибают. Вот. И данных хомячков облучали и их поджелудочное железо, а фактически их самих облучали с излучениями, снятых со здоровых хомячков, со здоровой поджелудочной железой. И результаты таковы, что очень много из них выздоровели. То есть, в принципе, на человеке можно точно так же это испытывать, только пока что нет свежей крови, которые бы могли это провести, эти эксперименты. Может желания нет. Вот Виктор Викторович, он хочет заняться этой темой. Кос Виктор Викторович. Вот и закончилось наше интервью. Если вам понравилось или показалось полезным, например, было очень интересно по поводу электронных копий лекарств, по поводу яиц, ставьте лайк. Прием у доктора закончен. Надеюсь, мой диагноз медицинский вы сохраните в тайне. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...